Приветствую вас. Закройте глаза. Представьте себе, что вы оказались в той ситуации с братом, когда он вас оскорблял. Ну или оскорбляет. Представьте себе, что вы там, в этой ситуации, прямо сейчас, когда вы слушаете мой ответ. Представьте себе, что ваш брат оскорбляет вас. Воссоздайте, что он говорит. Прямо проговорите то, что он говорит. Прямо, так сказать, репрезентуйте то, что он вам пытается донести. Что вы чувствуете в этот момент, когда ваш брат вас оскорбляет? Что вы ощущаете? Что вы видите? Может быть, имеет смысл подумать о том, кого вы видите в этот момент. Может быть, имеет смысл подумать о том, что вы чувствуете в этот момент. Вот. Как бы вы могли ответить своему брату на то, что он вам пытается донести? Что бы вы могли ему сказать? Почувствуйте это. Прочувствуйте. Я уверен, что мысль придет к вам, верно. Ваш брат вас оскорблял, но это делал он. Почему? Почему-то случилось так, что вы взяли ответственность за брата на себя. То есть вы решили, что раз брат, ну, оскорбляет вас, значит, это действительно так. Значит, это правда. Решили вы. Но в действительности, то, что говорит брат, это только его ответственность. Представьте это себе. Воссоздайте это себе. Воссоздайте эту сцену прямо в лицах. И ответьте брату. Ответьте брату сейчас с высоты своего, скажем так, опыта, с высоты своего изменившегося, ну, как я думаю, изменившегося представления о себе и о других. Вот. Вы же сейчас понимаете, что вы умный, что вы, как бы, образованный, что вы культурный, опрятный, да, человек. Вот с позиции этого человека, не того забитого неуверенного в себе мальчика, а с позиции мужчин. Скажите, вот, что бы вы могли ответить брату? Что бы вы могли ему возразить? Что вам хотелось сделать тогда, когда он так поступал? Как вам хотелось ответить? Что вам хотелось ему сказать? Постарайтесь, постарайтесь, сделайте. Я уверен, что вы сможете. Я уверен, что у вас получится. И когда вы это сделаете, вы увидите, как в действительности, как по-настоящему обстоят дела. Нет, конечно, дело может быть и глубже. Дело может быть еще и в том, что ваши родители, например, вас недостаточно поддерживали, недостаточно, может быть, они верили в вас и так далее. Но подумайте, пожалуйста, о том, чьи представления, чьи представления вы используете при оценке. Себя. Свои ли представления вы используете? Или вы используете представления все-таки другого человека? Но если вы используете представления другого человека, значит, ваших собственных представлений о себе у вас нет. Значит, их нужно сформировать. А собственные представления о себе у вас какие? Что вы опрятный, ухоженный, культурный, вежливый, остроумный, интеллектуально развитый человек. Верно? Это вы настоящий. Тот мальчик, которого ваш брат оскорблял, он хоть и живет в вас, он уже не настоящий. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Подумайте о том, какими представлениями вы живете. И, конечно, тот самый мальчик, которого оскорблял ваш брат, конечно, этот мальчик не смог бы найти общего языка с девушками. Он вообще ничего не смог бы сделать, потому что его оскорблял брат. Но вы, вы же совсем другой человек. Вы же совсем другое дело. Вы же совсем не похож на того мальчика. Точнее, вы и есть тот мальчик, но не такой. Того мальчика, который позволял брату оскорблять себя и его жене. Теперь есть взрослый мужчина, который, я полагаю, никому не даст себя в обиду. Подумайте также о том, для чего вашему брату это было нужно. Опять же, сейчас, в позиции взрослого человека, зачем брату нужно было вас оскорблять, унижать и так далее. Чего он хотел? Подумайте. Уверен, что довольно многие вещи вам станут понятны. Постарайтесь также определить, для чего вам так нужно общаться с девушками. Ну, наверное, все-таки не только ради секса. Ведь не в сексе дело. А если дело не в сексе, потребность, в котором можно удовлетворить и иными путями, не обязательно с девушками по первому времени, по крайней мере, чтобы быть более уверенным и более свободным при взаимодействии с ними, то в чем тогда? Вы не можете с ними разговаривать, потому что у вас имеется сверх мотивация. Но мотивация в чем? Большой вопрос. И если вы увидите эту мотивацию и разделите ее, и перестанете считать, что именно девушки ответственны за это, ну, то есть, за реализацию вами ваших желаний, то я полагаю, что ситуация будет гораздо-гораздо легче именно для вас. Подумайте о том, каким мужчиной вы бы хотели быть. Ну, если мы говорим здесь именно про взаимодействие с девушками. Каким мужчиной вы бы хотели быть? Каким мужчиной вы себя представляете, какое мужское поведение вам нравится больше всего, например? Подумайте обо всем этом. Подумайте обо всем этом. Постарайтесь увидеть, вы сможете это сделать, что можно предпринять здесь и сейчас, чтобы быть тем самым мужчиной, каким вы себя видите. Попробуйте. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наоборот, вы удивитесь, насколько это легко. Прочитайте книгу «Я умею прыгать через лучи». Она также даст вам необходимую информацию для размышления. И постарайтесь, постарайтесь подумать о том, какие у вас были отношения с вашим отцом и матерью. То есть, как ваши родители допустили, что ваш брат вас оскорблял, а вы при этом, ну, в общем-то, не получали никакого объяснения, никакой разрядки, да, ну, вот, по поводу того, что случилось, происходило. У этого ведь тоже есть свои причины. Я полагаю, что вы понимаете. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. На первое время этого вам, я думаю, будет достаточно. Так, конечно, рекомендуется работа с психологом. Это, безусловно, однозначно вам нужна работа с психологом, потому что самостоятельно справиться с подобной проблемой довольно тяжело. Можно, конечно, но довольно тяжело. Легче, проще, быстрее это сделать именно с психологом. Вот. Обращайтесь к любому из наших экспертов, вот, кто вам придется по душе, ну, вот, на сайте, например, либо выберите психолога для очной работы в своем городе, посмотрите, ну, вот, и начинаете работу. И тогда очень скоро вы увидите, насколько прекрасна жизнь и насколько иллюзорны были ваши представления о себе, которые есть сейчас. На этом всё, я желаю вам удачи, я желаю вам успехов, я желаю вам всех достижений, которых вы заслуживаете, вот. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok